Дмитрий Туркан И сегодняшнее видео я хочу посвятить композиции в вазе То есть домашняя композиция, как ее делать, как ее составлять Какие особенности у композиции в вазе, которая будет находиться у вас дома Я подготовил такой разнообразный ассортимент цветов И знакомить я вас с ним буду параллельно, как буду ставить каждый цветок в вазу Давайте для начала подготовим цветы для того, чтобы их уже интегрировать в вазу Для начала, перед тем, как использовать вазу, ее нужно очень хорошо тщательно промыть Чтобы там не оставались бактерии от предыдущих цветов Либо какие-то другие потусторонние вещи Поэтому обычной жидкостью для мытья посуды мы хорошенечко моем всю нашу вазу Из инструментов нам сегодня понадобится всего лишь секатор и хороший острый нож И перед тем, как приступить непосредственно к сборке композиции Я вам покажу небольшой такой трюк, как можно использовать вазу И не использовать в этой вазе дополнительную какую-то сетку, либо оазис Но чтобы цветы стояли в нужном нам направлении Сейчас я вам покажу, как это можно легко сделать У меня ваза прямоугольная Эта техника также может подойти и для круглых цилиндрических ваз, для любых Главное уловить смысл Итак, для начала нам необходимо найти хорошие толстые ветки Я взял корнус, диаметр самой толстой части около 10 мм И теперь мне необходимо отрезать таким образом, чтобы вот этот вот кусок, который я отрезал Встал как бы распорка сюда внутрь И таким образом эти распорки будут держать все остальные стебли Давайте посмотрим первый Они достаточно плотно должны здесь встать Итак, я установил таким вот образом распорки У меня здесь всего 6 штук Вы можете ставить ровно столько, сколько считаете нужным И как вы понимаете, теперь мы, любой цветок, установив, допустим, вот калу Таким вот образом Сразу получается такая объемная достаточно композиция И они нам будут помогать держать все наши элементы вместе Я намеренно сделал такую разнообразную подборку материала Чтобы было понятно, как с ним можно управляться Тем более сейчас в условиях полной изоляции Когда нет особого ассортимента цветов И нужно работать, либо удивлять себя с тем, что есть Я как раз и покажу, как это можно сделать И покажу, что можно сочетать абсолютно любые цветы вместе И начну я свою композицию вот с этих цветущих веток Эти ветки были срезаны недели три назад Они постояли в тепле в вазе И вот уже распустились И я их буду с удовольствием использовать в своей работе Видите, да, как сразу фиксируется эта ветка? Она не касается стекла Потому что если нам заполнить всю эту вазу цветами Здесь цветов должно будет уйти раза в три точно больше Вот таким образом мы сейчас делаем основу для нашей композиции Мы уже понимаем, какой примерно будет объем в этой композиции И постараемся сейчас устанавливать цветы максимально помпезно Что я имею в виду? То есть придавать каждому цветку ценность Чтобы сложилось такое ощущение Как будто вы утром прошлись по своей оранжерее Зацвел одна ветка орхидеи Где-то там эльстромерия Где-то там на заднем дворе рябчик зацвел И все, что зацвело по одному Вы посрезали и решили сделать вазу с цветами себе домой И давайте использовать цветы в соответствии с их размером То есть максимально использовать длину каждого цветка Я очень люблю использовать вибурнум У него такой насыщенный живой зеленый цвет А зеленый цвет это цвет надежды И очень символично будет как раз ранней весной Во всей вот этой вот ситуации, которая сейчас происходит Использовать зеленые элементы в своих работах Далее фритиллярия Когда мы устанавливаем цветы Мы должны каждому цветку дать пространство вокруг То есть не пережимать его другими цветами Либо другими элементами У этой великолепной шармелии очень длинный стебель И мы будем использовать эту всю длину Для того, чтобы создать максимальный объем И обратите внимание, как удобны наши вот эти перемычки Которые дают вот этот вот объем Если есть такая возможность Убирайте у всех цветов листья Это продлит жизнь цветку И плюс Вы откроете графичность каждого цветка Посмотрите, как лилия Как лилия смотрится по-другому Без листьев То есть лилии уже более крупные цветы Я ставлю чуть ниже, чем вот эти вот легкие воздушные Эту ветку фаленоксиса я срезал с растения Потому что мне нравится вот эта вот линия То, что она разветвляется И сейчас мы ее установим в композицию И таким образом Установив хотя бы две ветки А можно и одну Сразу получается вот эта вот паутинка В нашей композиции Сквозь которую мы будем дальше интегрировать цветы Сейчас при помощи более мелких цветов Мы будем заполнять наше пространство Чтобы у нас вся композиция была усыпана цветами Устанавливаем нижним ярусом клематисы Потому что я хочу добиться эффекта Чтобы вся композиция была полупрозрачная Но чтобы в каждом месте были цветы Обязательно помним о том Что необходимо подрезать каждый цветок Который вы устанавливаете в вазу Чтобы он гарантированно у вас доставал до воды И пил эту воду То есть заполняем все пространство внутри Переходим к этим шикарным хризантемам Антонов Также убираем все листья Крупные цветы устанавливаем группами Видите, я вот эти две хризантемы установил рядом У меня есть вот такие вот длинные альюмы И мы их также будем использовать во всю длину У меня есть две ветки шикарной сирени Смотрите, какое обилие И мы ее установим прямо вот здесь внутри А эту ветку вот здесь Такими небольшими акцентами мы установим красный гиперикум Чтобы наша композиция стала еще более такой игривой Никогда лишними не будут такие вот игривые кросспеди Которые мы сейчас установим в нашей композиции Они будут напоминать нам о таких, вот знаете, о пчелках Которые уже кружат над цветущей клумбой И хотят испробовать нектар Располагаем их хаотично, неравномерно И вот у меня остались еще калы И у кал такой вот баклажановый цвет И этим цветом я подержу сирень Итак, друзья, я вам показал такой вот пример Как можно при помощи вот таких вот чопиков Создавать дополнительный объем вашей композиции И как вы заметили, что установив эти распорки Можно использовать гораздо меньшее количество цветов Но чтобы оно органично смотрелось в нашей вазе А при использовании вот таких вот палочек Вы сможете создать хороший такой вот объем И очень интересно и забавно может смотреться Даже один цветок в такой большой вазе И сейчас в наше время, когда общая идет самоизоляция Цветы поднимают настроение Цветы укрепляют иммунитет И следующую композицию, которую я хочу показать для вас Для дома, она будет более маленькая Может быть, именно она вас вдохновит на то Чтобы вы занимались флористикой у себя дома Так, давайте сейчас я вам покажу второй вариант Как можно использовать все вазочки, которые у вас есть дома И на этом примере я буду использовать два типа вазочек Вот у меня был комплект вот из таких вазочек И два хрустальных бокала И чем разнообразнее у вас будет набор всевозможных вазочек Можно использовать бокалы, можно бокалы для шампанского, для вина, стаканы Какие-то вазочки Мы все вместе их будем использовать И сейчас я вам покажу несколько таких несложных приемов Которые дадут потрясающий эффект Я раскладываю вазы в произвольном порядке Я их разложил вот таким вот образом И сейчас мы начинаем наполнение цветами Я начну с нескольких веточек коралл ферна Они нам создадут такую основу, каркас Который будет держать все остальные наши цветочки То есть устанавливаем их таким образом И переплетаем друг с другом Чтобы они не просто болтались в нашей вазочке А действительно держали форму Я вот интегрирую нижний ярус с верхним ярусом Таким вот образом переплетаю И так как скоро Пасха Весна уже прям бьется в нашу дверь Я буду использовать такие вот веточки вербы И также их буду достаточно хаотично располагать Распределять по всем вазочкам И располагаем их таким образом Чтобы они как будто перекрещивались Пересекались и создавали вот эту дополнительную основу То есть концентрируйтесь над тем Сильно не уходите в сторону Сконцентрируйтесь на том Чтобы вся композиция стремилась вот сюда Чтобы мы больше не выходили за ее пределы Аккуратно массируем Если нам нужна определенная линия Я ее хотел бы интегрировать вот сюда Вы заметили, да, что движение идет в определенном порядке Я думаю, с вербой достаточно И теперь вот такие вот любимые наши берграссины Мы сейчас тоже из них будем делать такую как бы паутинку То есть не просто мы вставляем берграсс Чтобы он торчал в разные стороны А вплетаем между веточек, между палочек Чтобы создавалась такая вот многоуровневая композиция Занятие достаточно такое кропотливое И в то же время медитативное Поэтому, знаете, очень хорошо успокаивает нервы И начинаешь думать о нужных вещах У меня есть две потрясающие вот такие вот ветки фаленопсисов И мы сейчас их установим Работаем со слоями Ставим цветы в разных Потрясающие нарциссы, которые очень хорошо сочетаются С нашими фаленопсисами по форме цветка И благодаря особенности роста нашим нарциссам Мы их также будем ставить под разными углами, разными слоями Добавим еще несколько гиперикумов Дополнительным слоем Я говорил уже, убираем все листья Особенно в таких вот прозрачных композициях Чтоб они не нарушали вот эту нашу гармонию Которую мы добиваемся При помощи Этих вот нежных цветов Нарциссов и фаленопсисов Также у меня есть вот такие вот Калы, которые тоже вот по характеру Нам очень подходят сюда Сейчас мы их будем Также интегрировать То есть чем больше слоев Чем больше линий, движений Вашей композиции Тем она становится интереснее Тем она больше притягивает взгляд зрителя Добавим сюда еще орнитогалу Как завершающие такие элементы И несколько берграсин Мы пустим сейчас поверх всех наших цветов Дорогие друзья Я вам сегодня показал Несколько вариантов Оформления вашего пространства Где вы находитесь И эти цветы, поверьте мне Очень сильно поднимают настроение А хорошее настроение Поднимает иммунитет Желаю вам здоровья Всего самого хорошего И конечно же подписывайтесь на мой канал Туркан Инспирейшн Комментируйте каждый ролик И на основании ваших комментариев Я буду понимать Какие композиции Какие букеты Показывать вам в следующих роликах Всего самого хорошего Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok